Прошу. Да, собственно, я несколько лет уже как-то вот молча что-то там пилил, копал, разве что в чатиках общались. Тут решил все-таки, что накопилось чего сказать. Доклад будет, наверное, не очень форматным. Я, в общем, сильно благодарен Доку, который открывал конференцию за пару вещей, которые он добросил буквально в последний момент. И попробую учесть то, что уже сказали коллеги до. То, значит, говорить мы будем не о железе, не о софте, говорить мы будем о людях. Вот, о железе, собственно, об Эльбрусовом, о софте, о Линуксовом из всего, что есть родного на Эльбрусах. И о людях мы будем говорить не о тех, кто это все начинал, берег, сохранял, развивал там вот последние 30 лет, начиная с 93-го примерно, вот это вот начало истории того же МЦСТ. Даже не про Минобороны, чьи люди, собственно, спасли от кретинов в Совете Министров СССР, применительно примерно в 69-м году, то, что у нас было свое, а про сообщество. Значит, да, из того, чем отметилось сообщество в лице Антона Самсонова, по подчасти цен на процессоры в прошлом году. Мне вот прям понравилось, насчет цен на восьмиядерные Intel и Эльбрусы. Значит, по софту, кстати, да, там был еще такой момент, когда МЦСТ работали с САНом, вот, и, соответственно, они вполне, естественно, закатывали вот четверть века назад на это все Солярис. Но 20 лет назад уже начали, так сказать, пристреливаться к Линуксу, а с 12-го года уже пошел в прод. Вот, вот, Линтел — это штука для запуска xv6 приложений, точнее, операционных систем и приложений на Эльбрусе, мы вот тоже рассматривать не будем. Ну, про дистрибутивы я тут упомянул несколько, там, собственно, в исторической последовательности. Сейчас туда, как и, в принципе, на Линукс, на отечественной ПО, ломанулись все коммунилени и их домашняя собачка. Вот, про это тоже не будем. Значит, что касательно сообщества. Игорь Молчанов сейчас в зале. А, все, вижу. Вот, собственно, общая песочница — это вот, Игорь, встань, пожалуйста. Это вот труды и, можно сказать, настойчивость Игоря, который, по сути, в рамках оборонной конторы, так сказать, тихо и сапо и настоял на том, чтобы было место, была возможность, где может какой-то левый человек вроде меня, там, не знаю, там, вот Темы, в общем-то, любого из нас с вами, взять, прийти и пощупать, ну, достаточно исторически закрытую архитектуру, то есть то, что делалось для оборонки и, в общем-то, жило в достаточно традиционном для нашей оборонки закрытом режиме. Соответственно, помимо того, что начало обрастать там по ящикам, по там лавочкам вроде нашей, но все-таки лавочкам, российское сообщество пользователей-разработчиков Эльбрусов начало создаваться международное. То есть, например, Хаскель на Эльбрусе завел немец. Других примеров я вот сходу не помню, но этот меня вот прям сильно впечатлил, мы с ним общаемся просто. По поводу дальнейшего развития сообщества, здесь хочу сделать еще одну ремарочку. К сожалению, Дима Пугачев из ныне тоже МЦСТ, точнее, Игорь Тавенеуме работает, Дима в МЦСТ. Во времена ООНы лет пять назад, когда он работал в Яндекс.Музее, собственно, там и начало формироваться, вот в московском Яндекс.Музее на парке культуры, сообщества пользователей Эльбруса. Ребята, сперва он убедил руководство купить туда 801-ю машину, потом мы поставили туда мощную видеокарту, и потом они занялись партированием туда игрушек. Ну, собственно, в Яндекс.Музее на большинстве экспонатов представлены игрушки. Вот здесь взяли тот же самый подход. Соответственно, первое и, по-моему, на сейчас основное направление это перенос и местами оптимизация софта. То есть есть грамотные ребята, например, из Криптопро, которые занимаются именно оптимизацией, именно вытягиванием из архитектуры всего, что она может. Второе направление, оно с учетом, скажем так, той толики реальности, которая есть в тех набросах, которые гуляют про Эльбрусы, оно немножко дикое. Это применение Эльбрусов не только по работе. То есть у нас, например, как у коммерческой конторы, которая там за свои живет. У нас сейчас Эльбрусовый парк уже, по-моему, задюжину, что ли, голов из них там 3-4 процессорных сервера. И уже пошел второй десяток известных мне людей, у которых Эльбрусы дома. Не у всех они приживаются, при том, что это заведомо достаточно не только обеспеченные люди, потому что это несколько сотен тысяч рублей надо на машину положить, а и достаточно технически грамотные люди, то есть опытные линуксовые, юниксовые, админы, разработчики. Но, тем не менее, где-то, думаю, серединка на половинку, где-то один к одному, один к двум. Не выживает и выживает. Ну, в смысле применимости. По части международного сообщества порой спрашивают, вот что в прошлом году, вот, собственно, и здесь был вопрос к ребятам из Сбера, принимают ли патчи в ядро линукс. Да, в прошлом году наблюдалась некоторая истерика. Где какие-нибудь пустые гитхабовые аккаунты там с пшеко-именами, вот есть нормальные люди, а есть пшеко-имена. У меня прадед был поликом, я могу. Значит, прибегали, начинали истерику, вот у вас русские, значит, вы поддерживаете милитаризм, там, значит, мы тут стоим с Украиной. В этом году в Stand With Ukraine как-то тихой сапой начали выпалывать, понимая, что как бы у людей с чердаком беда, которые бегают с этой тематикой. Что будет дальше, то есть в следующем году, вот буквально вот уже он скоро начнется, да, я, например, даже не буду пытаться предсказывать, я не знаю. Вот, но сейчас пошел интересная такой тенденция с отскоком от того, что сперва бывало, что не принимали патчи, серии, ну, а я не знаю, что это такое, мне негде это проверить, ну, извините, ребята, ну, не могу, да. Была пара таких случаев. К десяткам случаев, когда, ух ты, занятно, ну, оно у вас работает, ну, давайте возьмем. И к единицам случаев, когда обстримы сами активно включались в разработку, то есть, например, там, Гайл, Инкси, там еще, ну, я сейчас все не перечислю, но были совершенно потрясающие случаи, когда вот люди сами загорались, им интересно, их перло, и вот тот самый вот док, это отчасти к тому же, вот что я спрашивал про, а как тебя Линуксом заразили, да? То есть, когда смотришь не в лицензию, а на то, что грамотный, интересный человек что-то делает, этим делится, ему хочется помочь. И вот такой вот дух работает. Вот, значит, я тут упомянул, что отчасти список обстримов приведен у нас на Вики на страничке Эльбрус Обстрим, лишь отчасти, в прошлом году я его перестал вести, пополнять, чтобы, так сказать, не помогать идиотам, которые бегают и пытаются домогаться до авторов. Видимо, уже будем продолжать, потому что уже, по-моему, примерно все, кто мог понять, все поняли. И вот здесь последняя ссылочка на странице, это на, собственно, ресурс Игоря. Почему так названо, это спросите самого Игоря. И здесь вот док, это, собственно, ответ, вот такая реплика на то, что я попытался поднять в вопросах, ответах к твоему накладу. Что будет дальше? Значит, у меня нехорошие новости для нашего сообщества. Они, в общем-то, как, наверное, если бы тут был какой-нибудь экономический симпозиум, да, то есть вот что творится в мире, что будет дальше, у кого какие роли. Было более-менее все как-то, ну, как-то понятно, да, то есть вот есть Америка. Если ты толковый программист, ну, конечно, ты поедешь в Силиконовую долину, ты мечтаешь работать там в Гугле, там раньше в IBM, там или в Майкрософте, вот, или в Амазоне, или еще где-нибудь. Или не очень мечтаешь, если поработал в этом самом Амазоне. И, ну, в принципе, многих такая картина мира устраивала, да. На самом деле это был пылесос, то есть тот же Джобс, которого упоминали, у него родители селиться, да, то есть это, опять же, импорт свежей крови, потому что, ну, как бы своего Джобса у штатов не было. Пришлось импортировать. Ну, вырос он там, да. Вот. А почему и в части свободных, короче говоря, вот с этим пылесосом и магнитом сейчас по мере фрагментации, в том числе физического ограничения транспортировки тушек, будет чем дальше, тем сложнее. С фаерволами, не знаю, покажет практика. То есть сейчас тут прецедент, масштабный один — это Китай. Миша, извини, попрошу, давайте без пушек. Я смотри, я вот, собственно, пытаюсь, как бы, поставить, предложить к обсуждению вопрос, да. Значит, по части свободных лицензий. Здесь вот есть в зале, опять же, Виталий Клепатов. Вот у него как-то была статья «Республика и демократия согласно Арестутелю», кратенько, где, ну, лет 15 назад, вот. Значит, где Виталик обратил внимание, в том числе мое, на то, что, вообще говоря, у автора термина «демократия», у Аристотеля, у него это слово носит отрицательный характер, потому что оно означает власть многих в своих интересах. Не в интересах общества, а в своих шкурных интересах. Вот. Дальше это извратили римляне, дальше французы, дальше американцы. Результат на табло, что называется. Значит, что мне кажется по части нынешних свободных лицензий. Лет 10-12 назад, где-то на рубеже, вот как раз 10-12 года, корпорации, по моему мнению, вполне себе успешно захавали и переварили наш с вами мирок свободного программного обеспечения. То есть сперва они не знали, что с этим делать. Дальше некоторые самые умные сообразили, вот вроде Red Hat и Google. Дальше сообразил Microsoft, и дальше сообразил, дальше даже IBM. Вот. И вот примерно в такой последствии, как мне кажется. Значит, что я наблюдаю на многих проектах? Когда вместо, собственно, свободной разработки, да, собственно, это и у нас на конторе местами есть, вместо, собственно, свободной разработки с индивидуальными коллегами, с другими лавками, начинается такой эффект, что какой-либо участник обеспечивает свое лидирование валом кода. Этот код публикуется. Вот посмотрите, не знаю, коммиты в тот же Chromium. Вы успеете их читать? Мы как-то года два назад наткнулись на то, что мы, оказывается, не успеваем читать в том же Системде. То есть мы наткнулись на проблему, которую мы не могли оперативно решить. Релиз-блокер. Ее решили. Но это тоже был звоночек на ту же тему. Вот. Поэтому, коллеги, хочу обратить ваше вменение на то, что свободная лицензия не равно тому, что это возможно в разумное время, освоить как в статике, так и в динамике. Значит, по поводу подмены понятий, вот возвращаясь к отсылке к тому, что вот Виталик тогда заметил, да, сказал. Значит, если 20 лет назад Сергей Кубушин, когда, ну, собственно, отец Ксилинукса в 90-х известного, вот Леонид, наверное, его знает, он, когда сказал, приехавший из Киева в Неваду, что здесь полицейское государство и махровый поздний совок, я сказать, что обалдел, ничего не сказать. Сейчас получается так, что для того, чтобы понять, что Штаты делают что-то не то, не надо смотреть из Невады, да. Это можно посмотреть гораздо ближе. Я в Киеве большую часть жизни прожил, я могу сказать, опять же, и на эту тему определенно. Миша, давай все-таки идем. Так вот, я, собственно, к тому, что мне кажется, что вот с проблемами по части того, где жить, что есть, да, как быть, то есть когда есть свободное время, когда есть образование, компьютер, который там помогут купить родители, да, как у Торвальдса, вот кто не читал Just for Fun, почитайте, там очень интересно, особенно мне вот было со своим детством сравнить. Если, 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 если вот всех этих ресурсных требований, даже сильно упростившихся, то и в силу снижения энергопотока это будет чем дальше, тем шире сейчас, похоже, то у меня такое нехорошее ощущение, что вот эта вот ситуация, что Штаты как, ну, эталон и флагман свободного программного обеспечения, будь то законодательное поле, будь то, собственно, сами лицензии, будь то корпорации, будь то сообщества, будь то ресурсы вроде того же GitHub, которые спечивают взаимодействие сообщества, это все так или иначе начинает разваливаться, фрагментироваться, становиться ненейтральным, несмотря на все заявления, по факту ненейтральным. И я последние несколько лет порой общаюсь в том числе с западными разработчиками здесь, то есть, которые уже сделали ноги оттуда. И не под запись, они рассказывают интересные вещи. И у меня такое ощущение, что… Время заканчивается, и придерживайся, пожалуйста, тематики доклада, не отклоняйся. Я вот, собственно, и к тому и, что у меня такое ощущение, что сообщество разработчиков свободных программ в какой-то момент может понадобиться вытаскивать нам, России, на своем горбу. Доклад закончил. Спасибо. Спасибо. Миша, твои доглады становятся все мрачнее и мрачнее. Я вспоминаю художника, который рисовал котов и постепенно сходил с ума, и там по картинам можно было… Окей. Ладно. Миша, у опенсорс сообщества есть определенная культура. Вот я наблюдаю… Культура отмены или культура созидания? Ты вот уточни. Я наблюдаю созидание. То, через которое наблюдаем мы до сих пор, даже разбирая какие-то проблемы, можем найти в источниках и обсуждение, и процессы какие-то проектирования. Вот к эльбрусам у меня один ключевой вопрос. Не только к эльбрусам, вообще в России у тебя часто такое бывает, когда вроде бы… Кого? Да, да, где-то… Из тумбочки, правда. Это другой вопрос. Так вот, он примыкает к этому. Когда мы… Я наблюдаю за процессом разработки в России, я вот как бы разработку эльбрусам вижу как отражение. Она противоречит культуре опенсорса очень о многих аспектах. Нельзя ли попытаться хотя бы часть этой культуры для того, чтобы она заработала в России? Ну, как-то начать обеспечивать. То есть не просто чаты, а все-таки рассылки, которые, может быть, можно увидеть, почитать в формате, они в поисковиках находятся. Задачи, которые ставятся над этими машинами, ну, как-то были погружены в более широкий контекст, чтобы люди могли про них узнать. Вот я увидел один ресурс, может быть, я посмотрю, но мне кажется, что вот этого не хватает, чтобы начинать формировать большее количество людей, вовлеченных в процесс разработки, чтобы она была. Я очень надеюсь, что на, ну, может быть, даже уже и следующей конференции получится ответить на этот вопрос более предметно. Значит, сейчас могу сказать так, что, например, попытка с закрытой рассылкой, с анонсами, ну, хотя бы общения пользователей, она скорее не взлетела. То есть какое-то время там даже было, началось какое-то общение, а потом оно затихло. Я пока так и не понял, почему. У меня такое ощущение, что у нас вот за прошлый век, вот что было три серии выгашивания всех, кто, так сказать, башку поднимал, да, вот первая мировая гражданка, вторая мировая девяностая. Вот просто в МЦСТ можно над фронтоном написать большими буквами лозунг, как бы чего ни вышло. И вот он там руководящий и определяющий. И он очень для многих у нас руководящий и определяющий высунется, пришибет. Вот с этим что-то надо делать. Начинай с себя. Мы же в других архитектурах, так не получается у нас. Коллеги, извините. Следующий доклад у нас как раз Игоря Молчанова, на который сослались, он называется «Разработка, портирование и тестирование СПО для платформы Эльбрус». Мне кажется, это сейчас предметный не очень разговор, и я бы с большим удовольствием послушал про… Антон, полностью с тобой согласен. Ну, собственно, если есть еще вопросы. Вопросы по Эльбрусу или по твоему докладу? Мне очень понравился слайд. Я зашел, внезапно смотрю «Полебрус» и доклад «Полебрус» и «Пылесос для мозгов». Я думаю, вот, наконец-то, правду матку рубят. А оказалось, это штаты опять «Пылесос для мозгов». А может быть, это «Полебрус». Ну, в общем, это такой дискуссионный вопрос. Поэтому я предлагаю следующий доклад уже озвучил. Ну что ж, аплодируем и перейдем к докладу «Полебрусы». Именно «Полебрусы», наконец-то. Продолжение следует... Продолжение следует...